МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева. И сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пчеловодство в Башкирии – древнейший вид промысла. Есть свидетельства, что мед наши предки собирали еще полторы тысячи лет назад. В настоящее время наша республика занимает лидирующие позиции среди регионов России по производству меда и количеству пчелосемей. Свой вклад в развитие башкирского пчеловодства вносят и янаульские пасечники. Одной из первых в нашем районе к медосбору приступила семья Абзаловых из деревни Юсуково. Флориса Абзалов – пчеловодца стажем. Науку разведения пчел начала осваивать еще в юности. Сейчас в хозяйстве более ста ульев. Уход за ними требует немало сил и времени. А медосбор – особенно жаркая пора. Курт-корай дире Абзалов – пчеловодца стажем. Уже 18 лет Флорису во всем помогает супруга Эльмира. Признается, пока пчелы зимуют в Амшаннике, еще можно немного расслабиться. А с апреля начинается активная работа. Помимо пчеловодства, хозяйка дома занимается и садоводством. Участок семьи Абзаловых привлекает внимание ярким многоцветием и дизайном. Выращивать растения Эльмире было интересно с детства. Со временем цветоводство стало любимым хобби. В течение всего лета перед домом благоухают розы, лилии, петуньи, различных сортов и всевозможных расцветок. А в огороде, помимо обычных для наших широт овощей, растут и более теплолюбивые растения – виноград, арбузы, дыни. В будущем Эльмира мечтает увеличить свою коллекцию экзотических фруктов и ягод. До лета у меня есть свободное время. В это время я сажаю цветы, семена дома высеваю, чтобы чем-то было заняться, кроме пчел еще в свободное время. Выращиваю цветы, огород, все свое. Осенью также переезжаем в город. С детства у меня был интерес к саду. После того, как бабушка высадит огород, у нее оставались лишние семена. И как бы я у нее брала, просила эти семена и сеяла дополнительно еще сама. Мне был сам процесс интересен, как вот это все всходит, как это все растет. И осенью вот это все тоже я убирала вместе с бабушкой. И потом у меня появился интерес уже к цветам. Начала по интернету выписывать, у себя здесь закупать. У меня стало все это получаться и вот я вросла в этом. Самые любимые у меня петунии. Петунии выписываю. Здесь тоже так же покупаю. Сложно, конечно, их выращивать, но этого стоят они. Потому что все лето радует. Не только нас, соседи любуются. Заходят даже фотографироваться некоторые. Все попробовала посадить. И бананы сажали. Дома выращивала. У нас в этом году отопление отключилось. Мы пока были в городе. Мы в неделю раз только приезжаем. И вот эти вот теплолюбивые растения у меня все умерли. Остатки только. Так было у меня. Фиников много было. Бананы были. Младший сын помогает. Гумер. Он так встанет утром. Сначала покормит своего зайчика. И потом проливает все цветочки. Он знает, что надо поливать петунии и утром, и вечером. Тем временем сбор меда в самом разгаре. По словам пчеловодов, в этом году погода была более благоприятной, чем в прошлом. И позволила пчелам запастись медом. Супруги надеются получить хороший урожай. Гуляра Сиддикова, Артур Мухаммедшин, служба новостей Яноульского телевидения. Одной из ключевых задач подготовки системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду 2020 года является вакцинация жителей республики от гриппа и других инфекционных заболеваний. Об этом заявил глава Башкортостана Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в правительстве Республики Башкортостан. Напомним, что на необходимой широкомасштабной вакцинации от гриппа указал президент России Владимир Путин на совещание с руководителями регионов. По словам министра здравоохранения Республики Башкортостан Максима Забелина, поставки вакцины в Башкортостан начнутся в сентябре. Планируется, что прививки получат порядка 60% жителей республики. Кроме того, в июле в республике стартовала вакцинация от пневмококовой инфекции, вызывающей пневмонию. В планах до конца августа привить 50 тысяч человек из группы риска. Что касается текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Башкортостане, то по состоянию на 3 августа общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией достигло 6 851 человека. Всего выздоровели 5 201 человек. Глава Башкортостана обратил особое внимание на подготовку к началу учебного года. В частности, Миноборнауки в республике в ближайшие дни представят комплекс профилактических мер. Они позволят избежать появления очагов коронавируса в школах. Ради Хабиров также поручил Госкомтрансу и Республике Башкортостан провести совещание с посовщиками транспортных услуг, чтобы с 1 сентября на всех маршрутах Башкортостана работало достаточное количество автобусов, а люди не толпились на остановках. На оперативном совещании глава Башкирии Ради Хабиров выразил мнение, что недоволен тем, что в республике увеличилось количество нетрезвых водителей на дорогах. Он также добавил, что в суде, как правило, принимают жесткие решения по поводу наказания за это преступление. Он попросил продолжать эту практику, чтобы полный цикл решения этой проблемы работал. Удержание, штраф и административное наказание. Руководитель республики также предложил снимать пьяных водителей и показывать их по телевизору, так как это потенциальные убийцы. Также на совещании обсудили ход уборочной кампании. По состоянию на 3 августа средняя урожайность озимых зерновых культур в республике составляет 28,2 центнера на гектар. Это на 28% превышает прошлогодние показатели. В 25 районах Башкортостана приступили к уборку яровых зерновых культур. Средняя урожайность здесь также превышает показатели прошлого года. Элеваторы готовы к приему зерна, а зимые зерновые уже убрали на 30% площадей. Это порядка 100 тысяч гектаров. Председатель госстроя республики Башкортостан Марат Ахмадуллин рассказал о том, какие объекты возведут в республике в 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Общий бюджет нацпроекта «Жилье и городская среда» до 2024 года составит 1,458,000,000 рублей. Значительная часть этих средств направляется на строительство автомобильных дорог, социальных объектов и расселение аварийного жилищного фонда. Часть жилых помещений для новоселов из аварийных домов планируется приобрести в строящихся домах. Их ввод намечен на 2021 год. На этой неделе свою работу начала комиссия по оценке готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Однако на этот раз приемка школ проходит в необычном формате. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией она проходит в онлайн-режиме. В состав комиссии входят представители администрации района, полиции, пожарного надзора, специалисты Управления образования и Наульского комбината детского питания, руководители общества с ограниченной ответственностью тепловодоснабжения и Центра комплексного обслуживания населения. Приемка школ будет продолжаться в течение недели. Ежедневно комиссия проверяет готовность 7-8 учреждений. В день приемки руководитель образовательной организации готовит выступление с презентацией. В ней отражается техническое состояние зданий и сооружений, систем электро- и теплоснабжения, канализации, водоснабжения, а также чердачных и подвальных помещений. Особое внимание комиссия обращает на соответствие требований безопасности спортивных конструкций, оборудования и инвентаря, состояния безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, выполнению санитарных норм и правил. Комиссия продолжит свою работу до 11 августа. Третий год подряд в нашей республике идет беркование крупного и мелкого рогатого скота, а также домашних животных. И если вначале процедура вызывала множество вопросов, то теперь она стала привычной как для владельцев скота, так и для работников ветеринарной службы. Затем, как проходит беркование в селе Ямады, понаблюдала и наша съемочная группа. Рабочий день сотрудников ветеринарной станции начинается рано. На утренней планерке они обсуждают свой маршрут передвижения. Сейчас они занимаются беркованием скота. Взятием крови молодняка для проведения анализов. Прививанием животных от бешенства. Среди жителей сельского поселения все больше становится желающих чипировать своих домашних животных. Тагир Набиуллин привел для этой процедуры своего псабобика. В селе Ямады ветеринары проводят беркование с 6 августа. В хозяйстве Эльдара Аскарова корова и двое телят. К одному из них и направились сегодня ветеринарные врачи. Процедура регистрации проста. На опа уха крепятся берки со штрих-кодом. В нем шифруется вся информация о питомце и даты ветеринарных осмотров, вакцинации, вся история болезни. Продолжение следует... Помимо маркировки скота в местных подворьях работники ветслужбы проводят осмотры животных и делают необходимые прививки. Сами процедуры не очень приятны для четвероногих питомцев, но полезны для их здоровья. Взятие крови было у нас молоденько на исследование на лейкоз и брюцеллез. Это беркование так удобно. Напишем, сдаем, реагратор вносит, когда кому-то скотину продавать надо. Справку даем, смотрят, есть у него скотина или нет. Это нам легче. Раньше трудно было берковать, нам беркование. Сейчас легче стало. Сами приходят, у меня этот остался, а скотина осталась или собака, надо берковать. Потом я же не смогу скотину продавать. Вот деревни же скотину смотрят обычно на продажу, а они без нас не могут продавать, которые продают, сдают. Мы же справку даем. Через Меркурий это делается. Берковать скот в Ямадах ветеринары будут в ближайшие дни, после чего направятся далее. Всего им надо обойти 21 населенный пункт. Работы предстоит много, но она того стоит. Чипирование делает жизнь четвероногих друзей безопаснее, а жизнь сельчан спокойнее. Гульнара Сидтиква, Артур Мухамедшин, Служба новостей, Янаульского телевидения. День физкультурника в 2020 году в России выпадает на 8 августа. Праздник традиционно отмечают во вторую субботу последнего летнего месяца. Так постановил указ о праздничных и памятных днях, подписанный в 1980 году. Это праздник не только профессиональных спортсменов. Его могут отмечать и те, кто, например, бегает по утрам, танцует зумбу или любит велопрогулки. В Янауле день физкультурника прошел 7 августа на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность». На площади собрались лучшие спортсмены. В этом году мероприятие прошло не в привычной нам обстановке. Свои коррективы внесла ковид-ситуация. Тем не менее, на стадионе состоялось чествование лучших из лучших. С приветственным словом к участникам обратился глава администрации района Ильшат Вазигатов. Он вручил почетные грамоты, денежные сертификаты и кубки. Сегодня у нас состоялось торжественное награждение заслуженными наградами всех уровней наших отличившихся спортсменов, тренеров, сотрудников. День физкультурника для нас – это не только спортивный праздник, но прежде всего подведение итогов в физкультурном движении за прошедший спортивный сезон. В комплексном зачете 27-х сельских спортивных игр Республики Башкортостан по итогам 2019 года наш район занял почетное третье место. Здесь лучшие результаты показали женская сборная команда по волейболу под руководством тренера Имамова Мазита Фаузеевича, став обладателем чемпионского титула шестой год подряд. Стабильные результаты показывают спортсмены зимнего палеотлона и в прошедшем спортивном сезоне они заняли почетное второе место. Наши лыжники в данной спартакиаде также заняли четвертое место и данные команды у нас возглавляет тренер Хуснули Валерий Мензарипович. Сборная команда по мини-футболу в городе Мелиос также принесла в копилку нашего района дополнительные очки в зачет сельских игр, заняв четвертое место. Наши спортсмены, воспитанники Довлет Шина Назима Салимьяновича, чемпиона мира среди ветеранов по гиревому спорту, также стали победителями в лично командном первенстве Республики Башкортостан по гиревому спорту, который проходил в городе Мелиос. В открытом республиканском турнире по волейболу, проходившем в городе Нефтекамск, наши юноши заняли первое место. В региональной баскетбольной лиге Республики Башкортостан также команда юношей стала победителем, заняв первое место. Поздравляем наших уважаемых ветеранов спорта, коллектив Мауфис Юность, спортсменов района и всех приверженцев физкультуры и спорта с праздником. Желаем всем крепкого здоровья, спортивного долголетия, семейного благополучия и новых побед. 30 июля работники Башкомонэнерго начали текущий ремонт сети отопления и горячего водоснабжения, ведущего к многоквартирному дому номер 60 по улице Победы. Ремонт здесь не проводился с момента его постройки. За неделю плановые работы были завершены. Старая металлоконструкция со временем уже требовала замены. Сейчас на этом участке уложили новые современные трубы. Была произведена замена участка по трассе, ввод в дом по улице Победы 60, также замена участка ГВС, горячего водоснабжения на трубу из опрофлексии. То есть это современные технологии. Труба в трубе идет, то есть оболочка идет к полиэтилену, а внутренняя труба идет уже к пластике. Труба с изоляцией пена по улице Победы. Надеемся, что трасса послужит долго. Произведение дает гарантию на трубу из опрофлекс 50 лет. Духу изоляции получается у нас тоже труба в трубе, оболочка полиэтиленовая труба, стальная труба внутри и пена по улице Победы. Духу изоляцией пена по улице Победы. Этот производитель дает гарантию 35 лет. Всего у нас 8 объектов запланировано, то есть из 8 объектов 2 объекта капремонта. Следующий объект, вот мы по завершению Победы 60, переходим на Азина 9. Там уже будет у нас капитальный ремонт теплотрассы, сети отопления. С начала июля на территории детского сада Чебурашка активно идет ремонт первого корпуса. Здание постепенно преображается, утеплен его фасад, установлены новые окна. Цветовая палитра подобрана таким образом, чтобы оба корпуса смотрелись гармонично. Для воспитанников и сотрудников детского сада это долгожданное событие. Старый корпус давно требовал ремонта. На сегодня у нас осталось завершить ремонт холодных веран, прилегающих к первому корпусу и цоколя. Но они уже все на стадии завершения. Этого ремонта мы ждали очень долго, очень долго. Нам хотелось тепла и уюта. Наконец-то мы это дождались и надеемся, что теперь нам зимы будут не страшны, и будет у нас очень тепло и уютно. Также хотим надеяться на то, что ближе к сентябрю месяцу наше такое красивое здание первого корпуса откроет двери для наших воспитанников. Наш детский сад функционирует с апреля месяца. Он у нас не закрывается на карантин, как другие наши детские сады. Этот садик посещают дети, чьи родители заняты работой, причем оба родителя. Наполняемость сегодня этих групп составляет около 80 человек. Но это по санитарным нормам 15 детей в одной группе. Новые концтовары, ранец, нарядная одежда и обувь. Многим семьям эти, казалось бы, обычные вещи не по карману. И здесь на помощь приходят неравнодушные люди. В Башкортостане проходит традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Десятый год подряд ее организует Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики. Главная цель проекта – оказать помощь в подготовке к новому учебному году детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Принять участие в добром деле может каждый желающий. С 1 июля Инаульский район присоединился к 10-й ежегодной республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Суть данной акции заключается в сборе гуманитарной помощи в форме канцелярских товаров, тетрадей, красок, альбомов в новой форме, в новом виде, портфелей, школьной формы, учебников и так далее в хорошем состоянии, либо тоже в новом виде. Пункт приема данной гуманитарной помощи – это служба семьи в Инаульском районе по адресу Советская, 21, кабинет 115. Просим инаульцев проявить активность, потому что данная гуманитарная помощь будет направлена на обеспечение канцелярскими товарами детей из семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Берегите себя, оставайтесь с нами. Встретимся сразу после выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девятое августа. День воинской славы России. В этот день в 1714 году в ходе Северной войны у мыса Гангут, полуостров Ханко, русский галерный флот под командованием Петра I разгромил шведскую эскадру. Петр сказал тогда, государство, у которого одно сухопутное войско, одну руку имеет, а которое и флот имеет, обе руки имеет. Гангутское сражение стало первой в российской истории морской победой над шведами. Существуют ли меры пожарной безопасности в лесу? Безопасность леса – это ваша безопасность. МЧС России МЧС России Ты живешь в современном, быстро изменяющемся мире. Мы придумали и освоили сложнейшую технику, покорили космос. Однако иногда мы не можем преодолеть психологические трудности. Сегодня людям все сложнее общаться между собой, со сверстниками, родителями, близкими людьми. Не нужно замыкаться в себе. Не стоит избегать проблем, необходимо их решать. В рамках проекта «Крепкая семья» работает единый телефон доверия по оказанию профессиональной психологической помощи. Телефон действует круглосуточно, анонимно, бесплатно на всей территории Республики Башкортостан по номеру 8 800 70 00 183. Не уходи от проблем. Решай их. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы не должны об этом молчать И для кого-то будет чудом, если ты поднимешь взгляд На того, кому сейчас так худо, нету для добра преград В равнодушном мире этом не цены для детских слез Вместе повернуться к свету, не сжигать последний мост Улыбкой детской, разгоняя тоску Храни Господь, попавшим в беду Улыбкой детской, прогоняя печаль Мы не должны об этом молчать Улыбкой детской, прогоняя печаль Улыбкой детской, разгоняя тоску Храни Господь, попавшим в беду Улыбкой детской, прогоняя печаль Мы не должны об этом молчать Мы не должны об этом молчать Продолжение следует... 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 Продолжение следует...